Привет, добро пожаловать на мой канал! Речь сегодня пойдет о бюджетном бренде косметики, о бренде Lamelle. Наконец-то мои руки до него дошли, я тут накупила просто целую гору косметики от Lamelle. У меня даже вот все сейчас в руки не помещается, чтобы вам сразу показать. В общем, у меня тут есть все для полноценного макияжа. Будем сегодня с вами краситься, тестировать эти продукты и посмотрим, так ли они хороши, как они говорят. Косметика Lamelle в последнее время стала прям очень популярной, и очень многие хвалят, и блогеры, и даже профессиональные визажисты используют некоторые продукты от Lamelle в своей профессиональной деятельности. Мне, конечно, очень интересно попробовать, реально ли эта косметика настолько крута, насколько о ней говорят. По стоимости она очень недорогая, средняя стоимость продукта где-то 200-300-400 рублей. По-разному, какие-то, по-моему, даже 150 рублей стоят продукты. В общем, недорогой бренд. Я нашла информацию в интернете, что Lamelle это британский бренд косметики. И разработан он изначально был в Лондоне в 2012 году. Но вся эта косметика производится либо в Китае, либо в Польше. И судя по тому, что я прочитала на этикетках тех продуктов, что есть у меня, у меня все, что есть, произведено в Китае. Но проблема в том, что на некоторых средствах настолько маленькие, крохотные надписи, таким нечитаемым шрифтом, что просто невозможно разобрать, что здесь вообще написано. Поэтому я не уверена, что прям все произведено в Китае. Но то, где это можно прочитать, где это читабельно, произведено в Китае. Давайте начинать макияж. Начну я с биби-крема, который называется Oh My BB Cream Young. Я так понимаю, что он для молодой кожи. Сзади здесь написано, что он подойдет всем типам кожи. И также тут написано, что он подстраивается под оттенок кожи и дает шелковое покрытие. Это, в принципе, все, что я здесь могу прочитать. Тут еще есть маленькая такая наклеечка на русском языке. Но на ней вообще что-либо разобрать просто нереально. Очень маленький шрифт и еще какой-то весь такой расплывчатый. У биби-крема узенький носик. Это удобно, кстати. Я такое люблю. У меня сейчас есть, что скрывать. Есть несколько пятнышек от Акне. Есть вот тут вот пятнышки. В общем, посмотрим, как этот биби-крем будет перекрывать. Пока я вижу, что он достаточно светленький по оттенку. Я вот не помню, он в одном оттенке был или нет. Но в любом случае, я вам ссылки на все продукты обязательно оставлю внизу в инфобоксе. По-моему, он был в одном оттенке. Ну, с одного слоя он мне вообще ничего не перекрыл. Появилось просто такое легкое выравнивание тона. И, кстати, достаточно такое симпатичное влажное сияние. В целом, лицо выглядит сейчас посвежее. Но мне все-таки хочется чуть побольше покрытия. Поэтому давайте его добавим. Запаха я никакого практически не чувствую. Есть какая-то неуловимая такая легкая отдушка. Но только если прям принюхиваться. В целом, аромат никакой у биби-крема не ощущается. Второй слой нанесен. И все равно покрытие супер полупрозрачное. Просвечивают абсолютно все вот мои пятнышки, которые у меня были. Краснота какая-то вот тут вот немножечко. Все это видно. Покрытие этот биби-крем дает очень легкое и полупрозрачное. Это продукт однозначно только для очень хорошей кожи. Когда вам совершенно нечего скрывать. Просто хочется придать лицу свежесть и немножко выровнять тон. Он дает очень такой симпатичный влажный финиш. Его вообще вот в целом на лице не видно. Просто лицо стало таким вот как будто бы более сияющим что ли. Окей, давайте тогда нанесем консилер. У меня есть консилер. Называется он инста камуфляж 3 в 1. Консилер, корректор, база для макияжа глаз. Это кстати супер. Я потому что именно консилер в последнее время всегда использую как базу под макияж. У меня очень светлый оттенок 401 Perfect Nude. Я честно говоря думала, что он будет чуть потемнее. Но в упаковке он выглядит прям очень светленьким. Посмотрим как он будет выглядеть на коже. И давайте нанесем его на все мои пятнышки от прыщиков. И также нанесу вот сюда вокруг носа. У меня тут капилляры. Ну что, консилер достаточно неплохо перекрыл мои пятнышки. При этом он не выглядит на лице как-то инородно. Я его вообще не вижу. Он хорошо растушевался и подстроился под текстуру, под оттенок моей кожи. Пока консилером я довольна. Но мы еще посмотрим как он будет себя вести в качестве базы под тени. И будем обязательно наносить его под глаза. Здесь кстати на упаковке написано, что он супер кава. То есть он такой супер перекрывающий, супер плотный. Я действительно с этим согласна. Степень покрытия, пигментации у него действительно достаточно хорошая. Кстати, косметику LaMelle я заказывала в интернете. Я вообще очень много заказываю в разных интернет-магазинах. И я всегда пользуюсь кэшбэк-сервисом SmartySale, который помогает мне экономить на моих покупках и возвращает мне часть денег обратно. Я очень люблю SmartySale за то, что там есть все популярные интернет-магазины, за то, что там очень хорошие проценты кэшбэка, за то, что у них классное удобное мобильное приложение. Вообще это очень хороший кэшбэк-сервис, если вы еще им не пользуетесь, регистрируйтесь и не упускайте возможность вернуть часть денег, которые вы потратили себе обратно. Ссылка будет в описании под видео. С макияжем лица давайте пока закончим. Дадим консилеру и бибикрему усесться на коже. Пока займемся макияжем глаз. У меня для глаз есть вот такая вот палетка пигментов и жидкие глиттерные тени. Вот эти жидкие глиттерные тени это супер хиту ламель. Вот как раз их очень рекомендуют многие профессиональные визажисты. Их прям вот очень хвалят, сравнивают с аналогичным продуктом у стила. Я, кстати, сразу скажу, что продукт от стила я не пробовала, поэтому я не смогу сравнить. Но посмотрим, действительно ли они такие крутые, как о них говорят. У меня они в оттенке 03 бронз и вот в этой вот палеточке пигментов много разных интересных оттенков. Тут очень такой красивый яркий фиолетовый оттенок морской волны, золотистый, бронзовый, персиковый. Красивые оттенки, конечно, все мы с вами никак не сможем сегодня использовать в макияже. Но я думаю, что мы нанесем вот этот вот фиолетовый по нижнему веку, а на верхнее веко нанесем жидкий глиттер. А все остальные пигменты мы просто посвотчим, посмотрим, насколько они пигментированы. Вот давайте, наверное, со свотчей мы с вами и начнем. Я пока еще даже... Вау! Они такие маслянистые. Хотела сказать, что я пока еще даже не пробовала и просто потеряла дар речи, когда окунула сюда свой палец. Очень такая приятная маслянистая текстура. Единственное, эта палетка пахнет немножечко такой, знаете, косметикой из 90-х. Какой-то такой запах есть. Пигментация очень хорошая. Ну-ка. Ну вот на пальцах прям очень хорошо. Как это будет, конечно, переноситься на кожу. Сейчас мы с вами увидим. Вау! Ух ты! Смотрите, они прям очень такие маслянистые, кремовые. Очень хорошая текстура. И смотрите, какая пигментация. Обалденно просто. Осталось еще не посвотченных три оттенка. Я протерла пальцы. Давайте их теперь тоже попробуем. Вот золотистый как-то мне не очень понравился. Вот он какой-то немножко комковатый, а все остальные прям очень ровненько наносятся. Ну да, золотистый он прям комкуется. Он прям такими комочками конкретными лег. А все остальные оттенки очень хороши. Давайте будем делать макияж глаз. Нанесу консилер в качестве подложки. Тем более, что нам даже сам производитель пишет о том, что этот консилер подходит в качестве подложки. Вы видите, какая у него пигментация? Его надо было даже прям чуть-чуть поменьше нанести, потому что он супер-супер пигментированный. Рядом со мной сейчас лежит вот эта палетка в открытом виде, и меня просто преследует вот этот запах косметики из 90-х. Вот кто помнит вот эту вот косметику из 90-х, такую вот с рынка, то прям вы вспомните этот запах, когда откроете эту палетку. И причем запах достаточно насыщенный даже на расстоянии. Так как у нас нет никаких матовых теней, у нас есть только пигменты и жидкий глиттер, поэтому я нанесу в качестве оттенка для складки века матовый оттенок из палетки Lime Crime Prelude Exposed, кстати, на которую у меня выходил обзор. Кто еще не видел, посмотрите. Очень интересные новиночки вышли у Lime Crime. Давайте будем пробовать наносить на подвижное веко жидкие тени. Самый знаменитый и популярный продукт у Lame, за которым прям охотятся, его часто нет в наличии. Вау, красиво! Ну, жидкие тени однозначно да, однозначно классные, посмотрите, как они красиво сияют. Я не знаю, как это передаст камеру, но в жизни это очень красиво смотрится. Они не плешивят, они не ложатся комками, очень ровненько. Таким продуктам обязательно нужно время зафиксироваться, то есть, когда вы их нанесли на веки, не надо сразу открывать глаза, смотреть вверх, это может все скомкаться. Обязательно дайте немножечко засохнуть им на веках, и только потом уже начинайте активно моргать. Попробуем нанести вот этот вот розовенький оттенок, и нанесу я его пальчиком, потому что кисточкой эти пигменты очень плохо набираются, с трудом прям. А давайте попробуем теперь нанести по нижнему веку фиолетовый оттенок. Я попробую это сделать кистью, но я не уверена, что это получится. На кисть вообще не хочет набираться. Ну, ё-моё. На кисть набирается прям с трудом. Конечно, лучше эти пигменты наносить пальцем, но, сами понимаете, на нижнее веко пальцем не представляется возможным. Можно одно дело на верхнее нанести, а другое дело по контуру нижних ресничек пальцем пытаться наносить. Я дополнила макияж стрелками. У меня нет подводки от Lamelle, поэтому я воспользовалась своей любимой подводкой от Apel. Давайте теперь будем пробовать тушь от Lamelle. Называется она Oh My Lash. Skarpting Ultra Black. О, здесь, кстати, хорошая щеточка. Я люблю такие силиконовые щеточки. С одной стороны здесь коротенькие ворсиночки, с другой на удлинение идут. Ну что, тушь мне абсолютно не понравилась. Она плохо удлиняет. Она склеивает, если наносить в два слоя. Плохо приподнимает реснички. И в итоге у меня просто такие опущенные, склеенные, жирно прокрашенные ресницы. Плюс я себе запачкала вот все верхнее веко. Она долго сохнет на ресницах. Я чувствую, что до сих пор ресницы мокрые. Хотя я тут выключала камеру, чтобы сходить за ватными палочками и подтереть все, что я тут себе напятнила. Но даже вот за несколько минут она пока не высохла. Она еще сырая на ресницах. Тушь однозначно мимо. Давайте перейдем теперь к бровям. Для бровей у меня есть только один продукт. Это гель для бровей прозрачный с эффектом ламинирования. Вот, собственно, именно обещанным эффектом ламинирования этот гель меня и зацепил. То есть, по идее, он должен очень хорошо фиксировать волоски. Здесь даже написано, что он мега фиксен. Маскара гель. То есть, он прям должен железобетонно просто фиксировать волоски. Так как у меня нет никаких карандашей и каких-либо других продуктов оттеночных для теней, я сейчас нанесу маркер для бровей от Lime Crime, а потом уже нанесем вот этот прозрачный гель. Все, маркер нанесла. Немножечко волосков прорисовала. И давайте теперь пробовать этот гель. Волоски зачесываю, как я люблю, вверх. Есть такая маленькая плотненькая щеточка. Пока рано делать какие-то выводы о геле. Давайте подождем, пока он засохнет. Пока могу сказать только то, что он достаточно такой мокрый. Его на щеточку набирается достаточно много. И сейчас мои брови прям вот очень мокрые. Посмотрим, как это все будет выглядеть, когда он засохнет на бровях. Давайте пока будем переходить к макияжу лица. У меня есть палетка для контуринга. Face Contour она называется. Она у меня в оттенке 401. И здесь у нас находится продукт для контуринга. А это что? Это хайлайтер или это просто пудра? Что это такое? Это что-то непонятное. Для хайлайтера как-то недостаточно сияет, а для пудры недостаточно матовая. Что это? Что здесь у нас написано? Contouring and highlight. То есть это как бы хайлайтер. Ну, как-то хайлайтер прям слабоват, хотя на пальце он выглядит вроде бы достаточно сияющим, но когда переносишь его на кожу, очень слабенько. Давайте пробовать средство для контуринга. Вот оно мне, конечно, очень здесь интересно. Посмотрим. Пигментация у продукта для контуринга хорошая. И я вот даже зря второй раз макнула кисточку. Получилось более ярко, чем мне хотелось бы. Можно было ограничиться одним маканием кисточки в палетку. Продукт для контуринга абсолютно матовый. Никаких в нем блесточек, сияющих частичек. Ничего такого в нем нет. Румяна. У меня еще есть румяна Blush Cheek Color в оттенке 403 Shima Dune. То есть я так понимаю, что румяна должны быть сиянием. Но что-то я сияние-то в них особо не вижу. У меня уже просто весь палец в блестках от других продуктов. Давайте посмотрим, в общем-то, на щеках. На щеках будет понятно, есть там какое-то сияние или нет. Но вот в упаковке румяна выглядит абсолютно матовыми. Оттенок приятненький такой. Опять этот запах какой-то из 90-х. Румяна, в общем-то, симпатичные. Симпатичный оттенок, хорошо растушевались. Я не вижу в них совершенно никакого сияния. На мой взгляд, это абсолютно матовая румяна. Мне они понравились. Они, самое главное, что легко растушевались и не осталось никаких пятен на лице. И еще у меня есть хайлайтер. Вот хайлайтер, это тоже один из таких вот хитов в бренде Lamelle. Насколько я поняла, они есть в разных цветах. Я выбрала вот такой вот золотистый оттенок. Это Tone 402. Он очень похож по оттенку на Mary Luminizer от The Balm. И вот так вот на сводчу он, в принципе, кстати говоря, тоже похож. Ну, он у нас сводчу выглядит очень симпатично. Давайте будем пробовать наносить его на скулы. Хайлайтер очень хорош. Он прям очень красиво смотрится на коже. Он не подчеркивает текстуру кожи, дает такое красивое нежное сияние. Я надеюсь, что вам видно. Его можно поднаслоить. Тогда будет прям очень яркий такой явный блик. Можно добавить чуть-чуть и будет легкое сияние. Очень красиво смотрится. Вот хайлайтер просто супер. Добавлю еще немножко над верхней губой и под бровь. Хайлайтер классный. Давайте нанесем помаду. У меня еще помада есть. Кстати, у помады очень интересная упаковка. Такая прорезиненная пуля. Упаковка симпатичная. В цвет самого оттенка помады. Называется она Matte Soft Touch Lipstick. Действительно, soft touch. Это уже чувствуется прям по упаковке. Упаковка реально soft touch. Это оттенок 403 Coffee Cookie. Оттенок у помады классный. Оттенок мне очень нравится. Но у нее очень неприятный специфический запах. Какого-то пластика и чего-то сладковатого. Очень неприятный какой-то химозный запах. И даже есть какой-то легкий привкус во рту из-за этого запаха. Гель для бровей, кстати, да. Он у меня засох на бровях. Сейчас я не чувствую никакого дискомфорта. Нет никакой мокрости, липкости. Ну-ка, как брови зафиксировались. Хорошо держит брови. Даже если вот пальцем проводить по ним. Они чувствуются, что хорошо зафиксированы. По первому впечатлению гель хороший. Но, конечно, надо еще продолжать его тестировать в течение дня. Вот такое у меня мнение сложилось о косметике Lamelle. Если вот в целом прям все подытожить. Прикольная косметика. Честно говоря, я думала, что я буду ругать ее. Но, потому что, ну, как-то, не знаю, у меня было к ней какое-то немножко недоверие. Но, по факту, как вы видите, большинство продуктов мне понравились. За исключением туши и помады. Тушь вообще провал. Вот здесь просто запах не понравился. Все остальное удачно. Есть какие-то нюансы с некоторыми продуктами. Но, в целом, мне кажется, это очень крутые продукты для своей цены. Вот такое, в общем, у меня мнение о Lamelle. Делитесь обязательно вашим мнением об этом бренде в комментариях. Пишите, что вы от них пробовали. Какие у вас впечатления. Ссылки на все, что я сегодня пробовала, я оставлю в инфобоксе. Там уже подпишу те оттенки, что у меня. Заглядывайте туда обязательно. Там же, кстати, будет ссылка на Cashback Smarty Sale. Не забывайте им пользоваться, регистрироваться. Это, правда, очень выгодно. А я с вами на сегодня буду прощаться. Желаю вам великолепного дня, прекрасного настроения. Не забывайте подписываться на канал. И поддержите, пожалуйста, меня лайком, если это видео вам понравилось. Все, обнимаю, вас целую. Пока-пока. До встречи в новых видео.